Конкурс «Лучший налоговый инспектор Ставропольского края» собрал в одном зале самых профессиональных и самых принципиальных специалистов в области налогообложения на Ставрополье. Сегодня мы еще раз подведем итоги очередного конкурса «Лучший инспектор года». И здесь даже задача не только оценить качество работы в плане цифр, а оценить некий корпоративный дух, который у нас есть в каждом терроргане нашего управления. Ну и еще раз попытаться быть немножко ближе к друг другу и сплочению. 13 участников боролись за звание «Лучшего инспектора». Чтобы выявить его, проверяли участие в общественной жизни, отсутствие жалоб от налогоплательщиков. И что интересно, проверяли суммы взысканных платежей. Вероятно, поэтому победителем стал сотрудник именно выездных проверок Роман Корецкий. Три года деятельности в налоговой инспекции. Постарался, чтобы моя работа была оценена. Плюс была мной написана работа о моих предложениях или о том, что я хочу видеть в новом законодательстве в будущем, или что я хочу совершенствовать, чтобы лучше было и налоговым платильщикам, и налоговым органам. Стоит отметить тот факт, что налоговая служба постоянно ведет работу с будущими налогоплательщиками. Это и ярмарки вакансий, и вебинары для детей-инвалидов, и творческие конкурсы. Одним из них стало соревнование на лучший детский рисунок в четырех возрастных категориях. Состязание проходило между детьми сотрудников налоговых органов и детьми детских домов края, подшефных налоговой службы. «Там нарисована балерина, которая стоит около зеркала, потому что моя мечта – стать балериной». Однако не у всех детей налоговых работников схожие мысли. «А ты заплатил налоги». Роман Дубровский, Александр Колодко, Информбюро.